Ом-Ти-Ви-Юэй, про головне. Это просто удивительный кретин. Мы все понимаем, а кто не понимает, кто не понял, тот поймет, как говорит один известный российский политик, что это все закончится переговорами в любом случае. Не будет знамени российского над, не знаю, там, киевской какой-нибудь резиденцией Зеленского. От Крещатик. Да, знамя российского над Крещатиком не будет. Будет переговор, это будет такой, ну, уродливый, похабный мир, условно говоря. Потому что ни одна из сторон не достигнет всех своих целей, которые бы она хотела достичь. Потому что даже цели России, которые сейчас озвучиваются, вот, про территориальные претензии, про территориальные вот эти реалии признания, да, областей, которые вошли в состав России, это не демонтаж режима Зеленского, что называется. И поэтому они наши красные линии, и, что называется, прожимают. Ведь очень верное было высказывание, мне кажется, которое показывает, что думает на самом деле Запад, последнего эксперта, который выступал, по-моему, на панели «Политику», что ли, вот вы показываете, где он говорил, что... Это сенатор, по-моему, какой-то, я сейчас найду. Если не будет ударов по объектам ядерного оружия, и ударов, которые ставят под угрозу жизнь, там, российского президента, российского высшего руководства, то в этих пределах они могут делать все. Они считают, что вот этой тотальной войны не будет. Мы тоже понимаем, но вот как вы думаете, вот если случится какой-то удар в глубине России, да, по какой-то военной базе в глубине России, что Россия в ответ ядерный удар нанесет? Ну, мы понимаем, что, наверное, не нанесет. Наверное, не нанесет, но я тут сошлюсь на Сергея Лаврова, все того же, который сейчас говорит о том, что ядерная доктрина России, как там была формулировка, правильно? В процессе пересмотра, как так, может быть. Я не говорю, что нанесем, я вас просто возвращаю к министрам. Сергей Лавров и российское руководство специально проводят вот эту политику стратегической неопределенности. Мы точно не говорим. Мы говорим обтекаемыми фразами специально, что если существование российского государства будет поставлено под угрозу, мы понимаем, что вряд ли оно будет поставлено под угрозу при нанесении такого рода ударов. Украинцы тоже это понимают. И они хотят максимально нанести удары, максимально нас унизить, оскорбить, назвать труснёй и так далее, чтобы потом свою переговорную позицию усилить. Все равно все, что сейчас происходит, это нацелено на переговоры. Алексей Сергеевич, вот вы уверены, что это усилит их переговорную позицию? Чтобы усилить переговорную позицию, нужно нанести, ну, либо какой-то очень яркий урон на фронте, либо это должны быть какие-то такие последствия, ну, не знаю, вроде теракта на атомные электростанции. Все остальное я не знаю, как назвать действиями усиливающими переговорную позицию. Я с вами, Иван Сергеевич, я не говорю, что это усиливает их позицию. Я говорю, что они хотят. Они хотят усилить свою позицию и смотрят. Так, а что мы можем, чтобы усилить нашу позицию? Олес Маляревич долучается до нашей разговоры. Заступник командира батальйону ударных БПАК «Ахиллес». Это 92-га окремая штурмова бригада. Пане Олесе, слава, украине. Слава, божаю, здоровья. Про Харківский напрямок хочу розпитать. Добрые новини мы чули кілька дней тому про то, что дается оттесняти окупантов из тих локаций, которые они позаймали, вторжись нашу Украину. И вас про оперативную ситуацию питаю. Продолжаем выполнять боевые завдания на напрямку стрелочной глубокой липци. Наразі в населенных пунктах глубокий триваются запитые бои, но инициатива полностью на нашей ОМБОЦе. И наше завдание – это докупация села глубоких. Ворог чепляется за каждый дом, за каждый свой блендаж, который мы там сделали. И подтягивает все возможные средства, живую силу, как резервы. То есть не забирают десь на Курщину, а навпаки еще докидают кого-то? Они используются больше властей резервы, которые там мают. Потому что это невеликие пиходные группы, их можно всегда взять из тех подразделений, которые працют поруч. Тих четыре десятки российских вояков, которые сейчас на агрегатном заводе заблокированы, какая там ситуация, или есть возможность еще больше использовать ее на нашу пользу? Глубокие военности в другом направлении, они близко, но мы там не работаем, поэтому не можем коментовать и перейти на ситуацию. Чи загалом ви відчуваєте те, что происходит на Курщині, когда начали там военные действия, когда война перенесла и на территорию врага? Чи произошли какие-то изменения у вас, на вашем направлении? Конечно, это додатково ворога произошло, и они начали перекидать частковые резервы свои из нашего направления, из Вовчанского, из других. И это действительно было бы чудо на едином фронте, так что те самые кабели, они сейчас больше застосовывают там, а вот их тут самое меньше. Поэтому это обеихло возможностей, которые появились в нашем направлении, которые мы использовали для того, чтобы украшать стан, становившись свое положение. Чи как-то на их моральный стан это вплинуло? То, что вы говорите, это доброе, но когда люди еще и дезорієнтованы, и без энтузиазма, то с ними легче бороться? Ну, в принципе, у нас розвитка працює, переохлопнення маємо, и очень часто мы чувствуем, что действительно у них там и подвозок, даже води немае вчасно, потому что психологический стан важкий. Но даже в этом состоянии они продолжают чепляться за украинскую землю и гинуть. Я не могу сказать, что они там засумовали и куда-то пішли. Ні, они зомбовані настолько, что они до останнего подвиху чепляются и намагаются бороться для того, чтобы захопить Украину. Вы говорите, что води может не быть, что чепляются, но гине много из них. А в полон здаются, как это, например, на Курщине, или мы получаем даже в Харківщине видео, где здаются в полон, чтобы только выжить. У вас таки есть? Ну, у нас нема такой динамической смены ситуации, что можно было взять в полон, как на Курщине. Когда идет прорыв вперед, то залишается с нашим боком, и тогда они здаются в полон. У нас чутка лінія фронту, и каждый сантиметр, он под прицелом, и там, я признаюсь, что это очень важно. Тому на нашем направлении таких випадков уже тревоги час не было. Чи можете визначити, зрозуміти, яке в них зараз пріоритетное завдание, власне, в напрямку глибокого, чи просто втримувати позиції, щоб це був ще такий один вогник на лінії фронту, який теж відволікає і наші сили, чи мають якесь стратегічне завдання, подальшого просування? Ну, их задача было зайти в Харьков, або, как минимум, терроризовать Харьков ствольную артиллерию. Ну, это было три месяца тому, так и четыре уже. Да, а наразі вони, розуміють, что 7 км від глибокого до кордону, и если они втрачают глибокий, они втрачаются до стрелечки, а стрелечки – это прямо на кордоні. Тобто, они фактично втратят те, что захопили в травмі, и далее уже может быть такая ситуация, как и на Курщине. Тому вони, розуміють, що ця лінія фронта, її не треба тримати, і вони це роблять. Що вони зараз використовують там? Ви кажете, кабів стало менше, бо більше їх на Курщині почали застосовувати. Іншу техніку, дрони, що використовують? І, власне, може є якась зміна? Здебільшого піхотні підрозділи, там, по-іншому, дуже важко, тому що велика інтенсивність розвідки, аерозвідки і дронів. Тож піхота якось там ще може рухатись і намагатися там щось робити. Техніка, броньовая техніка їх дуже мало, у них там, і тому артилерія все дистанційна. Нові меры експортного контроля ввел Китай, неожиданно. Касаються вони поставок тех самых дронів, маленьких. Мавіков і Зеленський вже заявив, що є пути обхода, які не дадуть пострадати снабженням військових сил України. Ну, наверняка, вони действительно є. У нас же є, все у нього є, і техніка, і вооруження, і дроны, якими линия фронта зараз дуже насыщена, готовиться, видимо, к яким-то іншим действием.